В 48-й раз огонь сердец сельских спортсменов зажег главный зимний старт региона, праздник Севера. Традиционно факел, олицетворяющий связь поколений в столицу соревнований, Сидельниковский район, доставили студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Очень символично, в год волонтера, я также являюсь волонтером 2014 года в Сочи, и ровно через один год стартует международная универсиада в Красноярске, также 2 марта, и в этот день мы будем зажигать наш малый такой олимпийский огонь, это для меня очень почетно. Мы огонь принимаем здесь от ветеранов спорта, перевозим его до королевы спорта, до праздника Севера, до Сидельникова, и там передаем спортсменам местным, которые будут зажигать его на стадионе. В третий раз праздник Севера принимает Сидельниковская земля. Живописный район в 300 километрах от Омска радушно встретил многочисленных гостей спортивно-культурного праздника. Атлеты и артисты, в свою очередь, подарили местным жителям незабываемые эмоции. Отметили значимость событий и многочисленные почетные гости, среди которых впервые министр культуры Российской Федерации Владимир Медицкий. Своё восхищение масштабом соревнований выразил глава региона Александр Бурков. Дорогие друзья, вот уже скоро как полвека праздник Севера идёт по Омской земле. Это праздник, которым мы можем гордиться. Это зимняя Олимпиада спорта, которая сегодня растит олимпийцев, чемпионов Европы и мира. Именно здесь, на Омской земле, начинается и прививается любовь к спорту. Я желаю вам высоких достижений, высоких результатов. Зрителям я желаю красивых состязаний, которые они увидят. И самое главное, знайте, что этот праздник, который 48 лет назад зародился у нас на Омской земле, будет продолжаться. Я сама спортсменка, я на такие праздники ездила много лет. Поэтому пропустить на родной земле такой праздник я не могу. Для всего, для здоровья, для образа жизни. Ну, в общем, очень хорошо. Я не умею говорить, но нормально, хорошо. Тут очень красиво. И тут очень много кто выступает. И тут много кто старается. Это много эмоций, здоровья, бодрости у людей, даже у населения, которое просто пришло поболеть. Спортсмены из 32 районов Омской области стремились добраться до финальных стартов праздника, преодолевая сельские и районные этапы. В Сидельниково приехали лучшие футболисты, хоккеисты, мотокроссмены, лыжники, палеотлонисты. В программе соревнований по палеотлону, силовая гимнастика, стрельба и лыжные гонки. В нынешнем году участниками в этом виде стали атлеты из 23 районов. Палеотлон, он в принципе уже лет 10 как стал популярен. Всегда массово принимают участие районы. Палеотлон – это один из основных видов, где районы принимают участие. И любим он участниками палеотлон, видимо, потому что несколько видов сразу делается. На спортсменов, обратите внимание, все стоят в стрелковых костюмах, с хорошими винтовками. То есть настолько вкладываются деньги в развитие вот именно этого вида. Районы помогают своим участникам. Лыжные гонки и в программе палеотлона, и как самостоятельная дисциплина, пользуются большой популярностью на праздниках Севера. Обязательные для всех, без исключения представителей районов, состязания на лыжне традиционно зрелищные. Хозяева сельских олимпиад стараются подготовить трассы, а спортсмены успешно их преодолеть. В этот раз мы обратили внимание, что значительно лучше подготовлена материальная база. Что просто все поражены, спортсмены и судьи, когда проходили, это подготовка трассы, она высокой квалификации. То есть по рельефу соответствует, что она закрытая. И с удовольствием стартуют и спортсмены, и тренеры. Классика и свободный стиль у мужчин и женщин показали, насколько серьезна конкуренция и как высок уровень подготовки спортсменов. В числе лидеров в женском противостоянии 13-летняя Карина Гончарова из Омского района. Праздник отличный, мне нравится. Все складывается отлично. Трасса хорошая, понравилась. Настраивались, катались, осматривали трассу. Ярким завершением лыжных соревнований традиционно стала смешанная эстафета. Командам из четырех человек предстояло быстрее других преодолеть свои этапы по три километра. Начинали гонку девушки. Передача уходит. Уходили, кстати, третий номер. Конкуренция очень высокая. Трасса сегодня три километра, в принципе, легко. Единственное, прохладно. Бежишь, и ноги забиваются. А так, в принципе, все хорошо по высшему уровню. Было очень трудно бежать, но приходилось терпеть. И тренеров поддержка была на трассе. Ну, хорошо, служил все этапы. Молодцы! Передать! Третий и четвертый этапы легли на мужские плечи. На последней передаче эстафеты лидировал Тарский район. Но Любинцу Александру Сильченко удалось совершить победный рывок и принести своей команде долгожданную победу в лыжной эстафете. Победили сильнейшие. Команда вся отработала на ура. Не моя заслуга, а, в общем, на всех этапах. Ну, и девочки отработали первый, второй этап. И мы вот эти четвертые хорошо отработали. Как задумалось, в принципе, так и получилось у нас. В мотокроссе на 48-м празднике Севера было разыграно 4 комплекта наград. Заезды получились яркими и непредсказуемыми. На высшую ступень пьедестала поднимались Иван Костюков из Омского района, Павел Попов из Калачинского, Кормиловец Евгений Кульков. В классе мотоцикла с коляской лучшим стал экипаж Оконечниковского района. У нас уже сложился старый экипаж. Мы уже гоняем не один год. Мы уже побеждали на праздниках Севера. У нас уже отработано. Мы как единое целое. Оттяжечка, выкладка. Физическая подготовка спортсмена – это только часть работы, которую нужно сделать для того, чтобы в конечном результате получить медальку. И говорить, что здесь я такой чемпион, молодец, всех обогнал, так и не бывает. Поэтому командная работа, она дает свои результаты. И сегодняшняя гонка показала, что команда вся поработала, и все вместе мы получили то, что получили. Турниры в командных видах спорта. В мини-футболе на снегу хорошо групповой этап провели команды Азовского и Омского районов. Занявшие первые места, а также Горьковского и Любинского, которые стали вторыми. При этом за бортом стыковых встреч остались семикратные победители Спартакиады и Селькульский район и прошлогодний вице-чемпион Одесский. Игры проходят очень эмоционально. Данный турнир очень престижен в области. Выиграть его мечтают многие команды районов. Финальный матч в мини-футболе продолжал держать интригу даже после завершения основного игрового времени. Омский или Азовский. Судьба победителей решалась в серии пенальти. Омский. Мы соперников знаем. Очень часто с ними встречаемся в финале и летом, и зимой. Игра немножко осторожная была. Потом мы забили. Они раскрылись. Пошли атаковать, сравняли. Пенальти, лотерея. Счастливы, конечно. Шли к этому целый год. В хоккее на ведущей роли в этом году вышли новые действующие лица. В решающий турнир после отборочных встреч не попали постоянные участники финалов Тарский, Таврический и Селькульский районы. Выход в финал Омского при этом вполне предсказуем. Амичи еще на групповом этапе разобрались со своим главным конкурентом – дружиной из Знаменского района. А в финале встретились с молодой командой из Нововаршавки. Лучше соперников реализовали свои моменты и выиграли 7-2. Мы очень рады выступать здесь. Как тяжелый матч команды начали выравниваться за последние два года. Рады победить, конечно. Кому посвящаешь победу? Родителям, девушкам своей. Родителям, отцу спасибо, что в детстве я дал хоккей, нанимался. Благодарен ему. В финал завершены медали и кубки вручены победителям на торжественном закрытии сельской олимпиады. Третье общекомандное место 48-го праздника завоевал Азовский район. На второй ступени Тарские абсолютными чемпионами в истории сидельниковских стартов останутся атлеты Омского района. Сотни спортсменов, физкультурников участвовали в районных соревнованиях, сельских соревнованиях. И лучшие из них сегодня представили наш Омский район и низкий имбакон. Праздник Севера подбирается к своему полувековому юбилею. 49-я областная сельская спортивно-культурная спартакиада пройдет в 2019 году в Кормиловке, где на спортивных площадках вновь соберутся представители всех 32 районов Омской области. Редактор субтитров А.Семкин